Прийти по делам в многофункциональный центр уже давно дело скорее сиюминутное, чем труднопрогнозируемое. Люди, попадая в помещение, быстро рассредотачиваются. Ни один специалист из десятка окон не простаивает. Заказал мне справку, оплатил деньги. Сейчас пришел, наш выдали мне справку. Все, идите, оформляйте свои документы. Работа в правильном направлении, скажем. Люди не тратят много времени, решают в одном, как говорится, окне множество своих проблем. Только в МФЦ Западного округа Краснодара ежедневно за различными справками и оформлением документов обращаются полторы тысячи человек. Сколько всего людей ждут своей очереди, видно на интерактивном табло в режиме реального времени. Главе региона Венемину Кондратьеву объясняют. Техника подсчитала, что среднее время ожидания в этом комплексе чуть больше 8 минут при нормативных 15. Кондратьев такую статистику решает уточнить у посетителей. Временной проминуток в очереди сколько? 15 минут или 30 минут? Ну 30 бывало, но чаще 15. А вы считаете, какие услуги необходимы, прям вот прям горячая строчка, чтобы здесь оказывались? Все, что у нас было, какие мы нуждались, какие услуги? Какие бытовые, которые были? Да, ну то есть оформление жилья, поставки на учет жилья, вот посадим. Садик, все сейчас, все замечательно, все в одном месте, далеко не надо идти, все рядом с домом. Все уже протестуют? Все нормально? Да. Центры, где под одной крышей можно получить больше сотни документов и свидетельств, есть в каждом районе края. Только в Краснодаре их пять. Еще один планируют открыть. Но это далеко не все новшества, которые хотят внедрить в систему. В ближайшей перспективе чиновники и вовсе надеются избавиться от бумажек. Формула многофункциональных центров – работа по принципу одного окна, когда в одном месте можно подать заявление по разным направлениям и здесь же получить результат. Но и эта некогда революционная схема уже устаревает. К 2018 году 70% граждан должны получать государственные муниципальные услуги в электронном виде. В этом случае даже к такому окну подходить уже не потребуется. Планируется, что человеку достаточно будет зайти на правительственный портал, нажать кнопку на компьютере и ждать результаты дома. Но пока такая система разрабатывается, все силы надо бросить на улучшение многофункциональных центров сейчас, напоминает Кондратьев уже на совещании. Ведь недовольными работой МФЦ остаются 3% кубанцев, а это больше 100 тысяч человек. Что требуют люди? Максимального внимания, просто человеческого внимания. Со стороны тех, кто принимает у них документы и их консультирует. А когда их футболят, они это тоже ощущают. Главы, возьмите на личный контроль работу центров под личный контроль и не относитесь к этому формально. И при вашем личном контроле, я уверен, что не будет и формализма, и не будет вот тех нареканий на то, что я пришел и подготовил документы, а меня с ними отправили. Сейчас многофункциональные центры предоставляют 146 госуслуг. Их цифра увеличится еще больше, когда в эту систему внедрится и Краевой Минсельхоз. А вот среди аутсайдеров по желанию настроить работу совместно с МФЦ не в первый раз оказывается миграционная служба. Мало того, что их специалисты есть далеко не во всех центрах и перечень услуг весьма ограничен, так и напрямую в своих отделах работа находится порой в ужасном состоянии. Такую оценку дал мониторинг регионального отделения Общероссийского народного фронта. Уважаемый Вениамин Иванович, уважаемые коллеги и участники совещания. К сожалению, то, что сказала Светлана Викторовна, имеет место быть. И это не впервые. Это не новость для нас, как, впрочем, и для всех. Периодически поступают жалобы, снимают кадры прокуратура. Не даст соврать, нас постоянно проверяют по этому вопросу. Чтобы увеличить число предоставляемых услуг, в Крае дополнительно откроют еще 131 окно. Все это в конечном счете ударит и по очередям там, где они еще остались. Среднее время ожидания в краевых МФЦ чуть больше 12 минут укладывается в норматив. Но есть места, где эти цифры кажутся чем-то недосягаемым. Например, в Новороссийске в среднем в очереди можно простоять полтора часа. В Крыловском районе 40 минут, в Староминском чуть меньше полчаса в очереди. По некоторым главам какая-то даже ветхость чувствуется в работе. Не понимаю, если определенные члены вашей команды не могут расстаться с очередями в собственные кабинеты, тогда разгоните членов ваших команд. Просто они привыкли, что есть очередь только не где-нибудь, а к себе, под дверь. Так вот с этим надо завязывать. Я говорю, завязывать с дефицитом, который искусственно создается. Сроки сжаты и времени нет. Как таковых проблем нет. Потому что ваши коллеги и в Краснодаре, и большая половина края, они находятся на высоком уровне по работе МФЦ. Значит, все можно при желании. К концу года число обращений в краевые многофункциональные центры, скорее всего, достигнет отметки в 5 миллионов. И, как подсчитали специалисты, услугами МФЦ в крае пользуются практически каждый взрослый житель региона. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.